Привет подписочники! Мы сегодня проснулись и достаточно ленивые, хотели вам показать какой-нибудь классный завтрак, как мы делаем обычно в начале влога, но сегодня решили поесть в Теремке. Вот такие мы лентяи. Сегодня прекрасная погода, поэтому мы решили поехать в парк Горького. Катя там очень сильно понравилась, когда приезжала подруга и теперь хочет затащить меня с собой. Давайте вам покажу, какая у нас погодка, не жарко, при этом переменная облачность. Очень классно будет сегодня гулять. Единственное, у меня есть, знаешь, что, Катюша, опасение, что все-таки дождь начнется. Как думаешь, будет? Ничего страшного, мы можем зайти куда угодно и переждать его, или сразу прыгнуть в метро и уехать. Окей. Еще есть новенького. Я Кате вчера тут сделал. Сейчас покажу. Включил ее компьютер. Это Mac на M1 к монитору и теперь поудобнее здесь монтировать. Достал свою старую клавиатуру, она еще на батарейках, и тачпад, которому я даже не помню сколько лет, но очень много. Катя, в целом, что, как сетапчик? Понравилось монтировать? Удобнее же, чем просто за ноутом? Да. Быстрее получилось? Я так взяла. Окей. Не знаю, быстрее или нет, но удобнее. Экран побольше и как-то, не знаю, в принципе, удобнее. Единственное, конечно, он не 4К, вот этот монитор. Это Asus. Даже не помню, какая у него моделька. Он 144 Гц и 2К разрешение у него. Но единственное, через HDMI Mac только 60 Гц. 60 кадров, в общем, отдает. Но все равно, в принципе, приятно монтирует. Готов? Витаминки берет? Да. Я очень голодный уже. Андрей кепку наших друзей в Сочи забыл. Лошара! Ага, я ее носил один раз. Ты рюкзак с собой берешь, поэтому я и кепку тоже беру, чтобы тебе если что закинуть. Хорошо. О, получили. Это максимум. Да. Теперь ты платиновый пользователь теремка. Ты счастлив? Да. Теперь все бейджики будешь открывать? Какие бейджики? Ну, вот эти, там, путешественники, фигешники, ну, да. Да. Мне нужно сладкий блин попробовать. Да не заморачивайся, они не такие вкусные. Сладкие? Ну, конечно. С икрой, с рыбой, акцидены. Зато и 50 монет получим. Вот так это и работает. Вот это бейджики. Нет, я не брал никогда сладкие. Почему нет, там есть с вареньем, почему это вкусно? Проще дома сделать. У нас вишневая есть, пудничная. Но там баллов не дадут, целых 50 рублей, да. Приятного аппетита. У нас практически стандартный набор. Только вместо борща я решил взять сегодня оливьешку. Ну, а Кате, как обычно, блин с икрой и уха. Приятного аппетита. И тебе. Катя себе еще придумала улучшение ухи. Оно съедает блин, ну, то есть само тесто, и оставшуюся икру кидает в суп. Я съедаю не только тесто, я съедаю с укрой. Просто для этого блинчика икры кладут достаточно много. У меня остается лишнее. Я ее закидываю в уху. Поехали в Медведково, я поставил свою машину, и в центр поедем на каршеринг. Так, и получается дешевле, чем стоять на Вольво, блин, 500 рублей в час за парковку платить. Сейчас на полике прокатимся с тобой, а? Так, что я должен сделать? Я уже забыл. Где-то месяцев 8 не ездил на каршеринге. Так, перейти к осмотру. Нажимаем. Ты можешь уже присаживаться, мне просто надо будет глянуть. Нет ли тут каких-то повреждений. Ты тоже смотри, нету коцек особых. Будто бы нет. Ну так там, вон, мелкая совсем. А, ну вот, вот небольшое повреждение. Сейчас сфоткаем, тут царапинка. Все. Все, можно садиться. Все, поехали. На осмотр у меня 5 минут. Но я все сделал быстро. Все, давай, Катюк, садимся. Блин, ой, ё-моё, какая тут храд. Такой жуткий слетал. Такой ключик здесь смешной. Я даже не слышу, завелась она или нет. Из-за того, что орет этот. Не, нифига. Ну и чё? О! Другое дело. Как здесь жарко. Вообще жесть. Еще причем окна была открыта. Останавливая. Жалко, это не новый. Мне интересно посмотреть, как он внутри. Я снаружи так видел. Ну ладно, чё, погнали. На нашей классной тачке. У меня был Apollo. Но очень недолго. Месяца 4. Я себе брал 125 лошадей. Но мне она не понравилась, потому что на ней путешествовать вообще невозможно. Почему? Ну она дубовая. Ну всё, мы прокатились. 535 рублей дешевле, чем на такси. Единственное, меня смущают, конечно, тучи. Смотри, есть два варианта. До того дальнего моста дойти и там перейти. Либо по Крымскому и через Центральный зайти. Как хочешь. Давай. Может туда, по Фрунзе прогуляемся? Да. Интересно. На Светофоре мы дорогу перейдём с тобой и на Москву-реку посмотрим. Норм? Да. Я надеюсь, всё-таки нас не зальёт. А? А это значит, что эту машину на эвакуаторе отвозили. И такие наклейки клеят для того, чтобы доказать, что её не вскрывали. Её вскрывали. Меня, кстати, за всю мою водительскую карьеру никогда на эвакуаторе не... Ой, не карта. Ой, не карта. Ой, не говори. Знаешь, люди говорят, слушай, я за всю жизнь никогда с ней ничего не ломал. Буквально неделю он что-то ломает. Вот всегда так. Нет, это правда. Поэтому про машину не говори. Это правда. Вот в Делимобиль мне нравится. Есть 5-й, 500-й. Такая прикольная машинка. Я вот сюда осенью прокатился. А в Италии они популярные. Там узкие улочки. Я недавно видел в интернете. Есть электрическая такая версия. Её хватает на 150 километров. Ну, по городу чисто погонять, в принципе, норм. Выглядит она симпотно. А ещё у них есть версия очень крутая. То есть вместо вот этой жёсткой крыши, там, ну, такая, как брезент. То есть можно её открыть и кататься. Но в Россию такие не поставляют. Антенка это радио. Вон, пойдём. Грязюка какая. Да, грязюка, конечно, лютая. Да, погода вообще кайф. Главное, чтобы не пошёл дождь. И вот эта туча на фоне, чтобы ушла. Ну, мы же не растаем, Андрюш. Ну, я вообще в детстве бегала. Чайка рыбу схватила, смотри. Вот. Я тебя дальнобойная. Не, не. Ну, я глазами вижу. Фига себе она. Молодец. Ну, и что ты в детстве? В детстве под дождём бегала. Мне нравилось. Я ещё кричала. Это грибной дождь. Знаешь, такой прям... Тёплый. Тёплый. И капли такие огромные. Я его называла грибным дождём всегда. Вот. Поэтому и сейчас можно под дождём побегать. Ничего страшного. Не растаем. Пару комментариев видел по поводу часов. Это Тесот. Ну, или правильно говорить Тесо. И вот моделька. Такие уже больше не выпускаются. Это лимитированная версия была. С таким металлическим ремешком. И вот ещё сральник. Смотри, Катюш. Не, ну это жесть. Не будет дождя. Ни сахарные. Ни растает. Песок. Да вообще я идти не могу. Я не могу даже. Вот надо спиной идти. Ну и дождик начался. Сейчас мы через мост пройдём. Туда будет парк, а там не будет такого ветра. Обещаешь? Обещаю. Ну, примерно вот так вот. И идём. Ой, господи, сильный ветер-то какой. Аж прям больно. Чувствуешь? Больно. Покажи сразу полный, какие появились. Ну да, надувает. О, берёво всё хуже. На мост быстрее. У меня аж камера трясёт от ветра. Меня трясёт от ветра, блин. Ну да, ты у меня малышка худенькая. Давай, на. Сейчас ребят на скейтах тоже снесём. Снимаем этот мост на полный сейчас. Нет, давай до неё отойдём. Класс? Очень. Всю жизнь бы так гулял. Народ пережидает. Ребят, рассказываем. Дождь длится уже где-то полчаса. И длиться будет ещё до ночи. Поэтому мы забили и решили снова поехать на каршеринге. Но уже в сторону дома. Сейчас как богачи поедем на Октавии. Ну и, конечно, я промок вообще насквозь. Меня покажи. Катюша тоже. Пожалуйста, Амазонка. У тебя только спина сухая. Да. А так ты и спереди вся мокрая. У меня трусы мокрые. Ну, то есть, прям, вот так. Сейчас я проверю, есть ли там повреждения. Очень печально. Ну, её тоже на штрафстоянку забирали. В общем, погодка не удалась. Сейчас, конечно, камеру немножко зальёт. Ну, ладно. Так, перейти к осмотру. Давай, садись, Катюш. Ребят, ну мы решили поехать в Медведку, вот к маме. Там, наверное, в Якеторию закажем что-нибудь покушать. И потом уже домой поедем. Несмотря на то, что попали в дождь, мне всё равно это всё забавно. Потому что лето, тепло. Мы сейчас насквозь мокрые, но врубили в машину. Просто максимально тепло. Да, я чувствую. У меня, мне кажется, нога сейчас просто превратится в окорочок жареный. Зато высохнет. Ну, я согласен. Вот сейчас очень жарко стало. Да. Ну, я могу чуть-чуть поменьше сделать интенсивность вот этого. Ходишь на троечку? Покажу, если будет видно. Надеюсь, будет видно. А, как ты снимала. Да. Вот так вот мы гуляли под дождём. Андрей бегает, веселится, молния сверкает. Красота. Ну, хотя бы 10 минут мы с тобой постояли и походили по нормальной погоде. Да? Без дождя. На уточек посмотрели чуть-чуть. Да, я чуть-чуть поснимал. У меня есть то, что вот мы когда шли, когда ветер поднялся, там уже сильный песок был. Не говори про песок. У меня в волосах он. Вот. Я прям достаю частички. Ну, конечно, камера не заснимет. Но у меня... О, ещё булыжник нашёл. А? У меня тоже самое. То же самое? Вообще, как будто я голову глянину. Мне не только песок попадал по лицу с огромной скоростью. Ещё и ветки всякие, палочки были мелкие. И они когда с огромной скоростью бьют по лицу, это не очень приятно. Особенно, если в глаза попадают. Ну, тогда нам на фигня 37 минут ехать, поэтому быстренько доберёмся. А ещё чего, вот мне, так скажем, не понравилось, я не стал брать такси. 2066 рублей, но стоило в момент, когда мы вот с этого моста вышли. То есть весь народ поломился из ПГ, и был очень высокий спрос. Ну, это очень дорого. Ну, мы когда выходили из этого моста, мы видели то, что там просто куча народа, и все такси вызывают. Все одновременно. Естественно, в такие моменты спрос повышается. Это и то, 2066 рублей за эконом. Я считаю, что это прям сильно дорого. Конечно. Я на эти деньги заправлю больше половины балка. Ну, если бы я здесь была одна, без тебя, естественно, каршеринку не смогла бы себе взять. Я бы пошла до метро. Ну, одна. Да. Ну, одной не так весело, как вдвоём. Я там прыгал, бегал, веселился. Меня сначала это напрягало, а потом я забил просто хер. А что, какой смысл? Я уже весь насквозь. Руханы, майка. Ну, сейчас и мама переоденешься, у неё вроде есть твоя одежда чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, да, что-то есть. Мне, может, какую футболку даст. Пусть я тоже вся мокрая. Не, ну, это не страшно. У нас же машина у подъезда стоит. Ну, да. Поэтому вообще не страшно. Если что, там включим подогрев попки. Да не буду я тебя снимать. Я просто покажу, что мы ужинаем будем. Воронины. И шкаф, который собирает Димка. Братан мой, который не хочет сниматься. Остались буквально тут две дверцы. Соберёт покажу. Ну, и всем приятного аппетита. Очень классно мы покушали. Теперь будем заказывать роллы исключительно в Якитории. В Тануке, не знаю, в последнее время мне не нравится качество роллов. У тебя попалась там какая-то чешуя, что это было непонятно. Мы заказывали в Филадельфию, Калифорнию. Вот в Филадельфии там вокруг рыбы. Её как бы качественно вроде как отбирают. А в Калифорнии вокруг икра, и внутри лосось. И вот в Калифорнию зачем-то всякие остатки кидают. То есть, такую серо-коричневую рыбу, которая с жилками не жьётся, кожа какая-то. И она воняет. Вот. И мне теперь не хочется там заказывать. Причём до этого было то же самое. И я делал очень такой длительный перерыв между тем, что делать заказы в Тануке. И была точно такая же проблема. Мне попалась какая-то вообще херня невкусная. Это было в Калифорнии. Вот в Калифорнии. Надеюсь, здесь хорошее качество. Филадельфию можно заказывать, потому что там рыба вокруг. И её как бы стараются, чтобы на внешний вид она красивая была. Отбирают нормально. А вот в Калифорнию вообще, фу, мне так не понравилось. А здесь мы заказали целый сет. Там и Калифорния, и Филадельфия, и много других. И мамка звонит. Ну-ка давай. И они с ним хорошие. Да, мамка. Что такое? Сейчас пущу. А что? Ну, кошелек свой не забыл. А, классно. Спасибо, Ма. Всё, давай. Лошарик. Вот я, Маша, растеряешь. Всё, мы сейчас поедем домой. Ехать всего 48 минут. Небольшой дождик капает. Ну, по крайней мере, не такой, как был. А, я стырила рубашку у Андрея. Она у мамы здесь висела дома. И у меня моя рубашка промокла, мне нужно было что-то сухое, и вот. А я просто какую-то серую футболку у мамы нашёл. Теперь буду носить рубашку Андрея, мне она нравилась. Правда, если бы у меня были голубые глаза, это выглядело бы прикольно, но с моими кари-зелёными тоже пойдёт. Вон и мамка. Сейчас нам дверку открою. Вернишь, лаган. Ну всё, давай, мам. Давай, пошли на дороге. Давай. Всё, погнали. Я уже тут как гость, и у меня нет приложения для открытия шлагбаума. Так, что там, чистенько. Всё, сейчас что-нибудь включим на ютубчике, и часик пройдёт очень быстро. И нам надо это, Катюшу, канди врубить. У меня стёкла всё потеют. Сейчас зайдём в пятёрочку, купим семечек, и к батату ещё что-то хочется. Покажи картинку вот эту верхнюю, которая до этого была. О, вот такую хочу. Ну, я пытаюсь найти такой рецепт, не могу пока что, сейчас. Вообще нравится. Катя мне тут в Сбермаркете взяла батат, две здоровенных картофели. Потому что ты сказал, что ты любишь батат. Да, я один раз попробовал фарши. Ну, то есть это типа фришка, только из батата. Так вкусно. Всё-то сладкая такая, дорогая картошка, но у неё прям необычный вкус. Наверное, это вредно, скорее всего. Батат полезный, намного полезнее, чем обычный картош. А у крахмала нет? Просто он сладкий, там сахара немного в нём. Ну, нет, наоборот, я считала, что батат намного полезнее. Единственное, что если ты его будешь делать в апплитюре, конечно, это вредно. Ну, в апплитюре всё вредно. А если делать в духовке, то нормально. Пойдём. Вот здесь. А нам ничего больше не нужно. Может, черешенки возьмём? Смотри, какая цена классная. Цена вообще огонь. Единственное, надо будет её перебирать. Да, давай. Как обычно, от Мартина возьмём, наверное, пару пакетиков. Да, это новенькая. Можно, да, мы тут? Да, есть, конечно. Крутяк. Между прочим, продукты из Азербайджана. Да, бери побольше, побольше. Ну, единственное, это тебя ждёт пост-эффект. Я тебе говорил. Много черешни, это... Это у тебя, так у меня такого нет. А, у меня есть. А у меня нет. И сегодня я сплю на диване. И закончим этот видос нашей любимой рубрикой «Чё мы купили в магазине». Мы изначально ходили за семечками, я это говорил. Взяли черешню, тут полтора килограмма, капусту. Ты мне будешь голубцы делать. Всё правильно? Да, капуста для голубца. Вот такой берём. Он же хороший? Да, хороший. Но ты сказал, мы такой берём. Не только такой. Этот другой. Этот заварной, который мы видели. Окей. Мы тоже отжимаем украину. У нас тут сливок полкило. Взял почти килограмм вектарина. Мы взяли фарш. Вот такой из филе один. Ну, семечки я показывал. Я потом ещё раз ходил. И ещё две пачки взял. Почти килограмм в тему. Мыло. Но это не интересно. Квас решил взять попробовать. Вот такой, потому что у меня брянский. Одна бутылка осталась. Я очень грущу из-за этого. Мне прям не хочется её пить. Но с другой стороны не хочется. Оставь. Ну, а что её оставлять? Ну, пожалуйста. Я же тоже... И ты вообще квас этого не даёшь практически. Так, ты жила в Брянске. Могла его пить много лет. Пила много лет. И сейчас без него непривычно. Вот. Тут у нас будет сырный суп из вот этого. Сливочного сыра. Так, вкусно. Я делала. Андрею очень сильно понравилось. Он попросил ещё один. И ушко. И морковка. Если будете спрашивать рецепт сырного супа, я не отвечу. Я просто кидаю всё, что есть в холодильнике. И добавляю вот этот сыр. Ну, это, кстати, тоже плохо. Потому что мне надо именно по тому рецепту, как в прошлый раз было. Ну, блин, я только кину курицу, картошку, морковку, сыр вот этот, зелень. А там видно вообще меня? Или ты бутылку кваса снимаешь? Тебя снимаю. Снимаешь, да? Да. Всё. Вот такой у нас лоб получился. Ну, у тебя там где-то один глаз виден и ухо. Ничего? Ну, нормально, да. Сейчас мы тогда с тобой черешинку поедим. Семечек поклянем. И ты сегодня спишь на диване? Да, я сегодня сплю на диване. Чё, офигел. Ну, всё. Заканчиваем. Нет, нет. Ногой? Да, ногой. Ну, выше надо. Всё. Ну, я сейчас эту песню спела. Ты когда-то зашёл в комнату, помнишь? Я сидела, что-то смотрела видос, и ты меня испугал, потому что резко зашёл в комнату. И ты такое ощущение будет, как... Сними. Как Шрек. Вот эта песня, знаешь, вы открываете. Аккуратно. Шрек открывает вверху. Ставь этот видос, ты ж не запанят из-за этого. Такой контент лучше не стоит, да. Это же Warner Brothers там. Пожалуйста. Пожалуйста.